Ребятки, всем привет! Привет-привет! Сегодня вместе с моей мамой мы идем к нашему любимому парикмахеру Наташе. Мы у Наташи будем проходить курсы, как ухаживать за своими волосами, какие конкретно прически для наших слезуньих волос мы можем делать. Как сегодня пройдет урок, мы не знаем. Оставайтесь с нами, будет интересно. Очень интересно. Можно пришли к парикмахеру Наталья Мальниченко? Сдаем явки и пароли. А сейчас что у нас будет? Обнимашки-целовашки. Обнимашки-целовашки. Пошли. Ой. Здравствуйте. Наташа, привет. 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 Мы уже на месте и будем сейчас узнавать нашу программу. Мы сдали явки и пароли, показали твой номер телефона, твою вывеску. Так что жди клиентов. Жду. Тут такое классное зеркало с лампочками, мне очень нравится. Штульчик. И стенд модели Наталья Мальниченко. Но самое красивое, посмотрите, какая красота. О, брючи такие классные. Ура. А это сережка, наверное. Еще красота. Наташа, что у тебя еще есть? Что у меня еще есть? У меня есть вот такая вот Люся, на которой мы сегодня будем учиться делать проборы, для того, чтобы делать себе укладки и прически. Сегодня мы будем делать самые основные рабочие проборы, по которым мы будем делать укладку. То есть упрямление волос, что любит наша мамочка больше всего. А, сегодня я помню. Да, я поняла. Ребятки, я сейчас с Люсей немножечко подружилась. И смотрите, я просто на угад сделала ей какую-то причесочку. Она мне так понравилась, я даже не знаю, как я это сделала. Накрутила, накрутила, и так все классно вышло, да? Да. Это Люсе, похоже, немного с тобой цветом волос. Маме начинает мыть волосики, вот в такой вот интересном ванночке. Мы будем натикать волосы. И не все волосы всегда правильно волки. Сейчас я расскажу. Мы берем шампунь. Набираем в руку. И немножко руки его размыть. У нас получилась пенка. Вот, пенку начинаем наносить на корни волос. Моем корни волосы. Правильно шампунем мыть волосы два раза. Первый раз мы смываем пыль во все внешние факторы. Вот, грязь, пыль, которая там на улице нас ожидает. А второй раз мы смываем уже кожный жир. Вот. И освобождаем наши поры. Чтобы они у нас дышали. Волосики были чистые. Да, давай. И красиво. Правильно мыть корни волосы. Не длину, а корни, да? Да. Правильно мыть корни волосы. А длину мы протягиваем пеной, которую создаем на крыльях. Просто смыть вот эту пыль такую, да? Потому что длина волос, если вот мы будем ее мыть шампунем изначально, то мы будем сушить волосы, пересушить. И у нас будет сектись. Сечется. Ты знаешь, вот, я уже понимаю, что я неправильно мою. Да. Я начинаю очень много пенить хвост. И начинают с концов правильно мыть корни волосы. Причем, когда мы моем корни волос, мы можем сразу делать массажик. Это нам улучшит еще и кровообращение для роста волос наших. Они у нас росли и не выпадают. Ну, вообще, я как бы тоже, ну, я вот хвост сначала не начинаю, я немножечко корзо сначала начинаю, а потом уже хвост. Но я прям его так не массирую, так я только массажик прям не делаю. Не могла меня Лиз научить. Я неправильно делала. Не срываем. Можно сливать вот не до конца шампуньку, потому что второй раз будем еще второй раз сливать волос. И не горячей водой, да, а такой теплой водой. Нужно теплой водой. Плюс можно делать контрастный душ для волосиков. Это тоже очень хорошо для роста и кровообращения волос. Сейчас мы можем набирать шампунь или лечиток. У нас голова уже практически чистая волос. Ну, и так же мы начинаем кожу контрастировать. Все, волосики чистые, а теперь нужно нанести масочку. Так, вот мы выберем наши волосы шампунь. Теперь очередь маски. Для того, чтобы маска хорошо подействовала в наши волосики, нам нужно их хорошо облаживать. Чтобы убрать воду с волосы, мы берем полотенечко и промыкаем волосы в полотенце, чтобы максимально убрать из волос водичку. Чтобы маска нам действовала на волосы и вода ей не мешала. Я так и вымакиваю. Да, я тоже так и вымакиваю. Лиз, мы с тобой двоечницей. Берем маску для волос. У нас матрикс. Вставим, обнимаем. А будем смыть за две маски или только одну мы будем одну использовать? Начинаем от кончика волос. Наносить маску. Видишь, волосы, они влажные, но они не мокрые. Если их водичка вот не течет. Мы наносим масочку. И где-то отступая от корня, два сантиметра. Потому что на корень маску нельзя носить. Она будет жирнить волосы. А я же, Наташа, наношу, как положено, везде. Я тоже постоянно. Я вот когда брала тут свой бальзамчик, я сначала вот только на корне. Так все, настрой жирно, настрой, настрой, настрой. Да, и носить ни бальзам, ни маски. Конечно, есть маски, которые нужно наносить на корни. Но тогда это указано на упаковке. В нашем случае эти маски на корни не наносятся. Вот и мы пальчиками его прочесываем и распределяем их по всем волосикам. Выдерживать время нужно то, которое указано на упаковке. Почему? Меньше не нужно его удержать, потому что маска не успеет подействовать. Больше держать тоже не нужно по той причине, что в маске могут содержаться силиконовые какие-то добавки. Вот, и они, если вот перенасытить волос, они уже плохо влияют на наши волосики. То есть мы будем проводить дома уроки и тесты, как мыть волосы. Да, Елизавета, и своим девочкам-подписчикам тоже скажи, что следуйте этим советам. Да. Мы помыли волосики и оставляем их на 5 минут. Все, мама смывает мамочку, и потом моя очередь. Так, мы помыли наши волосики. Теперь мы их вытираем. Очень часто девочки это делают вот так вот. Я так делаю. Вот так вот делать нельзя, потому что мы бальзамом, масочком, закрывали чешуечки наши, разоколаживали волосики. А когда мы делаем волосикам вот стресс, вот они у нас становятся непослушными, запутанными. Поэтому волосики мы просто выжимаем волосик. И я так делаю, да. Мы их выжимаем. Мам, видишь, у нас даже половина рука не пришла, сколько мы всего узнали. Да. Самое важное, чтобы посмотреть, что мы даже пальчиками можем протянуть по волосикам. То есть они у нас не запутанные. Для чего мы это делаем? Мокрые волосы вообще расчесывать нельзя. Потому что мы их ломаем, мы их повреждаем. Мокрые волосы. Мокрые волосы, да. Сначала просушить, я бы сказала, даже высушить, а потом уже работают расческой. Такие процедуры внешние мы проводим для того, чтобы не использовать расческу перед укладкой нашей маньянной. Тоже процедуру мы выжимаем волосики, вот так же мы их можем пальчиками прочесать. Перед укладкой феном первое, что нам нужно сделать, это термозащита наших волос. Поэтому мы будем наносить вот такой у нас есть спрей Шварцкоп Бонокур. Мы его наносим по длине волос. Вот. Перевогачиваем и еще наносим. Распределяем. Так приятно пахнет. Опять же мы спреи термозащитные, масла, если мы наносим, мы их наносим в коем случае на корни. Только на концу. А масло, которое у нас есть, это вот можно заменить через спре, да? Да, масло можно от термозащиты изменить, либо, если у нас масло, мы его наносим от конца, начнем масло наносить. Дальше мы будем наносить пену для волос. Вот у нас тоже Шварцкоп силуэт. Мы здесь болтываем. А что пенка нам сейчас даст? Пенка нам даст объем и фиксацию. У нас разливенькие не имеют. Пенку. Как сливки. А пенку мы уже наносим на корни волос. Мы ее распределяем по ручкам и как бы прочесываем волосики. Чтобы они у нас... Пенку мы распределили по всей длине, начиная от корней до конца волос. Мам, ты что, сливки на волосы нанесла? Да, Лиза, сладенькая буду. А пенку, Наташ, нужно использовать для всех причесок или не обязательно? Не обязательно. Пенку, вот если вам нужна хорошая фиксация, это пенка. То есть самая крепкая фиксация, самая долгая, самая крепкая, это как ни в груди, то бишь пенка. Есть еще спрей, а Лиза мы будем наносить спрей для волос, потому что для ее волосиков пенку еще надо выносить. Это у меня еще детские. Да, это еще детские волосики, поэтому объемным нужем пенку выносить мы будем. Мы нанесли пеночку и вот так вот ее распределили по волосикам. Тоже прочесывать надо, да? Да, у нас вместо расчески у нас пальчики наши. Итак, можешь тоже провести мой волосик. Да, просто гладенькое. Просто гладенькое. И нету этого моего пушистого такого объема, как ты и говорила после мойки. Значит, мы будем сушить волосы феном. А мы их будем сушить самостоятельно, чтобы придать объем, мы будем сушить волосы вниз головой. Вот тогда мы состадим объем у корней. И плюс предварительно перед вытягиваемым волосом урашенком, мы сделаем их гладкими. То есть мы закроем те чешуйки, которые у нас закрыла масочка или бальзам. Ну, то, что используется. Будем сразу работать вашим феном, чтобы прилегали к ним. Сейчас наклонять голову мне, да? Сейчас можно даже вставать, чтобы еще не даваться. То есть, когда мы будем накинуть волосы, у нас вот есть такой скос. 45 градусов по диффузору. Нужно вот этой вот частью по волосам вести. То есть мы сушим от корней к концу. Сейчас я показываю, как это происходит. Мы выкидаем волос в голову. И прочесываем волосы наши пальчики. Включаем фен. Мы его включаем, чуть-чуть не будем. И вот эта вот сторона, которая чуть выступает, она вносена по касательным волосам. Но не совсем, не надо их касаться, потому что, если мы включим горячий воздух, у нас мы волосы обожаем кожу головы. Вот мы рядышком у вас за волос, но опуская струю, чтобы от корней к концу мы их сушим. Вот так просто. От корней к концу, да? Тогда мы просто сейчас заглаживаем волосы. Я поняла, вы сейчас будут пробовать. Доглайм вам. Я что, тоже прикидь, если мы будем пробовать? Да, прочесываем. Прочесываем волосики, вот руками, все прочесываем. А надо до конца их высушить или слегка просушить? Мы их сушим, а оставляем чуть-чуть, наносим все немножечко. А сушить нужно будет только с этой стороны или отсюда? Сушим мы вот здесь. Вот так вот насушим. И если мы вот бок хотим просушить, то мы поворачиваем голову вот так вот, и фен держим в том же положении, что и держали. А, только крутим голову. Да, я поняла. А, ну, я очень можно. Немножко просушили, но пушистости нет. Пушистости, но у нас еще-еще какие-то пушистости. Сейчас мы вот просушиваем немножко внутреннюю часть волосы. Сейчас нам нужно чуть-чуть протестить под внешнюю часть волос. Они у нас уже сухие. Мы можем взять расческу. Вот у нас есть холодная расческа. Мы можем их чуть-чуть прочесать, но мы чешем от концов к кормям. Волосы на слу запутанные. Хорошо. Да, хорошо. Да, ничего не видела. Да. Вот так вот прочесываем. Тут стоимость сама прочесываем. От концов к кормям. Я даже не ожидала, Наташа, что настолько подробный будет урок. Как-то я себе не до конца это все представила. Вот действительно все такие нюансы. Все вот то, что надо. Вот мы причесали наши волосики. Вот сзади мы тоже не забываем почувствовать. Мы поднимаем волосики назад и поправляем в окошечку, чтобы у нас не было пробора в окошке. Мы поднимаем в окошечку нашу. И можем теперь помогать еще пальчикам. Наша наше щеточка на волосики набирает. Не лазит, но и не больно, но хорошо. Вот теперь мы волосики возвращаем к корму. Чтобы мы их не делаем, чтобы мы могли слить работать. Делаем пробор, да? Да. Вот посрединке просто так визуально. Я почувствую их наперед. Мы за мной носим спреи. Оси шварцгуб. Для объема, потому что для лизаных волос, пена это очень плотная. И в принципе еще не нужное средство. Вот мы наносим спреи. Так что мы не забываем про термозащиту волосу. Потому что мы будем воздействовать горячим воздухом. Термозащиту мы наносим на концы. Не на корм. Так что я стою не покрыли, да? Да. Сейчас лиза будет оставаться за стульчиком. И сама сушить себе волосы. Сушить волосы. Смотри. И должен держать. Вот так. Держи. Пропы. Тяжелый? Горячий. Горячий. Теплый. Либо за ручку держи. Пропы. 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 Держи за ручку. Вот так. Вот так вот. Держи так. Нагинать волосы. Не знаю. А я подержу фен. Сейчас пальчиком. Вот у Лизы все очень круто получается. Держи фен. И включается фен. Держи, как мы договаривались. И от корня к концу. Перед тем, как подмечать, например, волосы феном и брашем, мы должны разделить волосы на зоны. От высшей точки до ушка ведем пробор. Сейчас мы тут покажем, что будет виднее. От высшей точки и до ушка. Таким образом мы отделяем фронтальную зону и затылочную. Затылочную зону мы будем делить вертикально на две зоны, чтобы нам было проще работать. И постепенно горизонтальными проборами мы будем отделять от пряди для проработки сена. Эти, которые у нас остаются, мы их закручиваем, чтобы они нам не мешали. И зажимаем нашими зажимчиками. Так же и с этой стороны мы их отделяем горизонтальный пробор. Закручиваем. И зажимаем. И отнимаем наши зажимчики. Горизонтальная зона у нас есть. Горизонтальную зону мы делим на височные зоны и зону челки. От впадинки мы проводим вертикальный или горизонтальный пробор, отделяем височную зону. Зону челки мы эту придерживаем. И так же с этой стороны, вот впадинки, мы отделяем височную зону. Тут проще всего. И зону челки. Зону челки мы закарываем. У нас получается вот такая вот картина. Височная зона, нижнезатылочная и височная зона. Сейчас мы будем их прорабатывать брашингом. Наш брашинг. И феном. Вот наши фены. Работать мы будем синхронно. Браш и фен при вытягивании волос это неразлучная, как влюбленная пара. Они всегда вместе. То есть если у нас мы заводим браш под прядь, и нашим феном мы делаем правильно, ставим диффузор. Наша часть выступающая должна по касательным к волосам быть. Мы заводим браш. И протягиваем вот так вот волосы. Фен должен быть параллельно расческе. Фен не должен быть не вот так вот. Не вот так вот. Он должен быть параллельно расческе. То есть мы вытягиваем, мы разоглаживаем прядь. Когда мы будем работать у виска, браш нужно будет чуть-чуть приподнять. Для того, чтобы сохранить наш объем. Тут уже можно немножко приопускать. Сейчас Берина себе делает, да? Да, сейчас мы делаем себе. Сейчас мы покажем. Посмотрим слизой в зеркало. Вы нас увидите. Мы уже разделили волосики на зоны. Учили сами это делать. Не успели отснять, так как камера у нас разрядилась. Папа нам подвез зарядку. И сейчас мы будем брашингом пробовать у себя на волосах работать. Ой, милые, смешные. Так как я еще маленькая, у меня тут фен тяжелый. У меня ручка очень быстро стоит. Поэтому Наташа покажет мне, как это нужно делать. А потом, когда я подрасту, я буду делать себе это сама. Папа нам заводить прядь и раскладываю нашу прядь. Держи. Держи. Расческу. Как мы это будем делать? Расчесочку. Наташа поставим правильный фазорчик. Наташа. И ралли. Ну, чтобы ты просто поняла, как делать. Вот так. Чтобы он не вот так, не вот так. Он должен быть параллельно расческой. То есть он не должен входить в расческу, потому что вот так, если мы будем вводить его в расческу, мы будем сушить и подпаливать наши волосики. А нам их нужно раскладить и выкинуть. Расческу мы заводим в расческу, так, чтобы он вошел, и мы будем вытягивать наши волосики. Так, с другой стороны тоже. Так, с другой стороны. Так, с другой стороны. Я думаю, что у тебя руки вот так вот, фен держу. Сразу там фен. Сейчас. Объемчик надо, да? Немножечко так. Так. Переподымаем. Так. И еще. Включаю. Мамка, ты бы сразу было приставить. Ребята, оцените красоту, которую сделала мне сейчас мама. Мне очень нравится, особенно посмотрите, как челочка тут красиво, такой волной. А сейчас мама тебе нужно будет делать себе самую красоту, да? Да, у меня уже руки болят. Кажется, просто, но на самом деле нужно понять, как где держать расческу, как закручивать, как фен держать. Именно что надо кистями работать. А я работаю руками, лодки грибу. Пальчиками работать. Пальчиками работать, да. И с костерок, но не локтями. Мы не на лодке. Да. Мы не в лодке еще. Фен держишь на кровой. Вот ты поставил на расческу. Еще раз показать. Ты поставишь расческу. Ты поставишь на расческу. Наши колокольчик, ты удобно. Можешь, так, можешь, так, нашу нижку. На расческу. Ты будешь расческу. Да, все равно. То есть ты вместе ходишь с них в холодную. Вот такая красота у нас получилась. Оказывается, выпрямлять самому себе волосики, это не так уж и легко. Да, оказалось довольно-таки сложно. Мне кажется, что я на огороде поработала. У нас будет 7 уроков. Так что ждите наши следующие видео на эту тему. Всем пока. Поставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. Всем пока.